МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, подробнее. Она еще с самого начала СВО началась. Да, общественная палата, один из первых, наверное, кто начал свое сотрудничество, даже не сотрудничество, наверное, а помощь СВО, формировали гуманитарные помощи для того, чтобы отправлять ДНР и ЛНР. Помогали женам мобилизованных на месте, потому что помощи просили многие, и везде нужно было успеть, везде нужно было помочь. И это уже как бы такой больше, наверное, патриотический зов. Мы обязаны помогать, даже не думая о последствиях, не думая о тяжести, то есть с самого начала, и по сей день мы идем, помогаем, как можем. Давайте все-таки более подробно, наверное, остановимся. Какие проекты, какая помощь оказывается? Ну, общественная палата изначально формировала именно гумпомощь военным. Я лично изначально начал то же самое формировать гуманитарную помощь, помогать физически, плюс у меня есть своя личная группа «Твори добровидное», которая уже с 2018 года занимается благотворительной помощью, тоже решил присоединиться, тоже помогать. Помогали беженцам, устраивали их в школу, вернее, не устраивали в школу, а помогали им собраться в школу. Потом есть такой клуб «Ночные волки», все прекрасно его знают. С помощником главного хирурга мы активно помогаем военным и группы «Альфа», которые постоянно передовой, им постоянно нужна какая-то помощь. Мы покупали оружие для беспилотников и сами беспилотники. Считаю, что это очень важная миссия. Если мы не будем поддерживать своих военных, своих соратников, своих друзей, одноклассников, соседей, то это никто не сделает. Как часто удается отправлять машины с гуманитарным грузом? На данный момент это уже стало очень таким налаженным пунктом. Плюс сейчас очень активно, я знаю, депутат нашим местным занимается этой помощью, 42-я дивизия, если не ошибаюсь. Все очень налажено, все, как сказать... Работает как часы. Работает как часы, да. Если при первых позывах это было очень сложновато, потому что скорректировать людей это очень сложно. Вот, то сейчас сами жители, общественники, депутаты, все неравнодушные, прямо идут и усиленно помогают. И это радует. Почему? Потому что чувствуется сплоченность граждан. И сплоченную страну не победить. Я считаю, что победа будет за нами. Помимо непосредственной отправки в ДНР и ЛНР, вы помогаете и людям здесь у нас в Ленинском округе, это и семьи мобилизованных, и переселенцы. Вот давайте немножко тоже об этом более подробно расскажем. Ну, если начинать именно о беженцах, мы всячески пытаемся помочь, чтобы они не чувствовали себя чужими. Это тоже очень важный момент. Первая наша помощь была как раз перед школьным сезоном. Мы собирали детей в школу, устраивали для них праздники, всячески пытаясь показать, что вы наши. То есть переживать не нужно, мы всегда поддержим. То же самое жены мобилизованных, дети мобилизованных, ездили, допустим, на Новый год с всеми любимым клоуном Алексом и раздавали хорошие, дорогие подарки новогодние, чтобы дети чувствовали, что Новый год настал. И ни в чем все не ущемляли. Какую-то, может быть, уже и адресную помощь, оказываете, да? Вот уже с какими-то семьями познакомились, где не разовая нужна что-то поддержка, вот какая-то постоянная? Ну, прям систематично такого нету. Мы пытаемся помогать не для того, чтобы пропиариться. Поэтому держать там одну семью и вести ее, ну, как бы это не наш стиль. Мы пытаемся помочь всем. К сожалению, великому их много, и всем нужна помощь. Поэтому возвращаться назад и помогать заново, ну, мы не успеваем. Поэтому двигаемся вперед, пытаемся всем помочь. Если у кого-то из жителей муниципалитета есть потребность в помощи, в поддержке, вот как им обратиться в общественную палату? Как это вообще происходит? У нас есть телефонные, у нас есть на сайте администрации общественной палаты, где указаны все мобильные и стационарные телефоны, указан адрес. Поэтому я считаю, что найти нас несложно. Мы везде. Каждый член общественной палаты ведет свою активную жизнь. У нас, в принципе, все знают. Поэтому мы находимся на ПЛК-23. Телефоны все на сайте есть. То есть дозвониться на нас не проблема. У вас большой опыт в благотворительности, да? Вы уже назвали свой проект «Добро видное». Он с следующего, 17-го года существует. Расскажите тоже о нем более подробно. И как он вот в связи с СВО, наверное, немножко переквалифицировался, видоизменился? Ну, изначально цель проекта была сплотить народ во дворах. То есть тоже с непосредственно склонным Алексом. Долго мы искали какую-то такую новизну, чтобы быть полезными. И пришли к общему мнению, что нужно помогать именно во дворах. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что дети сидят в гаджетах. Они между собой общаются в WhatsApp или еще где-то. То есть прямого общения у детей нет. Так же у родителей. То есть и для этого у нас, мы собрали такую, как сказать, группу, которая с нами решила также заниматься этими важными, мне кажется, мероприятиями. И мы начали проводить мероприятия во дворах. То есть собирали большие публики, дарили подарки, устраивали всякие различные мастер-классы и все прочее. Детям это нравится. Дети начали между собой общаться. И как бы, ну, детская благодарность, она сама искренняя. Поэтому меня это мотивирует. Допустим, если взрослый может детству лукавить, нам будет необходимо, а дети не могут этого делать. Поэтому это нас мотивировало, мы продолжаем это делать дальше. И с наступлением лета мы продолжим, я надеюсь, уже в более масштабном виде, не только в Ленинском и в Московской области. Кстати, вот Вы упомянули про детскую благодарность. Дети, между прочим, тоже достаточно активное участие принимают, вносят свой вклад в гуманитарный грузок, да? Да. Расскажите, пожалуйста, что отправляют дети, как принимают это бойцы? Дети, ну, мне кажется, для любого бойца от ребенка достаточно письма. То есть человек открывает, видит, там, я не знаю, радостные достижения своего ребенка. Я не знаю, даже пятерка в классе. Для него это счастье. Поэтому считаю, что дети, которые пишут своим родителям, неважно, если они или нет, вдали, это очень такой приятный момент в жизни. Поэтому дети ведут себя всегда активно, даже на наших мероприятиях, когда мы начинаем собираться, дети прибегают и помогают. И взамен ничего не просят. Поэтому детское поколение, вот и юношеское, она самая активная и самая благодарная. То есть это самая благодарная публика. Да, да, да. Поэтому с детьми работать очень приятно. И поэтому изначально у нас направление было для детей. Это уже в будущем, но, к сожалению, у нас неприятная ситуация в стране в целом. Поэтому зацикливаться на мероприятиях мы не стали. Поэтому мы помогаем там, где мы необходимы. Мы должны быть полезными. И, к сожалению, приходится собирать гуманитарку. К сожалению, не в том плане, что нам приходится помогать, а в том плане, что она нужна. Что идет нестабильная ситуация в стране и среди наших братьев на Украине. Поэтому стараемся как можем. Кстати, вот за два года состав самого гуманитарного груза как-то изменился. Может быть, изначально это были вещи, сейчас это уже какие-то технические новшества. Ну, гуманитарная помощь увеличилась однозначно. Люди начали уже понимать, что необходимо. Если раньше люди, патриоты нашей Родины собирали и помогали, что есть, сейчас же люди, я замечаю, даже малообеспеченные, пытаются там как-то сэкономить, но помочь. И все уже налажено настолько, что каждый гражданин, который хочет помочь, он уже знает, что приобрести и что принести. Это очень важно, потому что стиль потребностей военных, он не меняется. Он один. Нужна им помощь. Они получают. Дай бог, чтобы получали все. Вы не только член общественной палаты, но вы и предприниматель, член торгово-промышленной палаты нашего муниципалитета. Она тоже очень активно занимается благотворительностью, помощью в сборе гуманитарных грузов. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении. Ну, торгово-промышленная палата – это та структура, где находятся все предприниматели. И в нашем Ленинском округе, не говорю про соседей, не знаю, в нашем Ленинском округе очень активные предприниматели. Я прям приятно удивлен. И никто не остался в стороне. Каждый пытается помочь, каждый пытается как-то себя проявить. И чувствуется, нету какого-то наигранного фактора. Все реально искренне помогают. И тот же самый депутат Влад Римша. Председатель торгово-промышленной палаты. Аккумулирует гуманитарную помощь у себя на территории. Ведет он это очень активно. Я считаю, что Владислав – это пример для подражания. Я всегда смотрю на него, пытаюсь действовать так же. Также Авдеев Григорий, который тоже не только в СВО. И давайте вспомним карантин, когда у нас началась эта пандемия. Это председатель уже общественной палаты, да? Это бывший председатель общественной палаты, да. И также Лернер Людмила Васильевна, который уже непосредственно сейчас председатель общественной палаты. Это два человека, которые очень активно занимались в период пандемии. Собирали гуманитарную помощь, когда все, наверное, помнят, что нельзя было ни выйти, ни зайти. То есть, настолько было все сложно. Они очень активно помогали, собирали гуманитарную помощь. Помогали пенсионерам, которые не могут выйти на улицу. То есть, идет работа очень большая. И это прям неоценимый труд. А, кстати, вот деятельность торгово-промышленной палаты и общественная палаты как-то пересекаются в гуманитарном направлении? Конечно, мы плотно сотрудничаем. Прямо вблизи. И каждая из структур знает, что нужно. Это очень хорошая тема. И все председатели, ну не все, вернее, а председатели общественной и торгово-промышленной палаты координируют все очень грамотно. И прям сплоченно. Ну, то есть, можно такой подвести итог, что за два года все-таки это поставлено уже как бы на поток. То есть, все отлажено. Из-за этого помощи удается оказывать больше. Она более качественная, скажем так. И в качестве, и в количестве. Представляешь, правильно? В качестве, в количестве и самое главное время. И в скорости ее расставки. То есть, настолько это все сейчас отлажено. Если раньше было непонимание, как отправлять, куда отправлять, то сейчас это уже настроено. Знаем как, знаем куда и знаем когда. И это все очень отлажено. И все быстро, своевременно доходит до адресата. А как быстро, кстати, доходит до бойцов, например? Ну, я думаю, до двух дней это все доходит. Да, действительно, быстро. Очень быстро. Скажите, вот, ну, все-таки время у предпринимателей, это очень такая важная субстанция. Время – деньги, как мы знаем. Почему вы вот столько своего времени уделяете гуманитарной помощи? Почему это так важно для вас? Ну, я всегда с детства любил оказывать какую-то помощь. Не важно, там, друзьям, соседям или родителям. Вот. И Коль Всевышний меня наградил такой счастливой ноткой, дал мне возможность зарабатывать деньги. И я считаю, что я должен быть полезен в своей стране. Вот. Поэтому, если каждый предприниматель, каждый человек, который может что-то, ну, что-то позволить, он должен помогать. И я лично, как бы, не вижу себя в другом плане. Потому что я зарабатываю в Ленинском, мой бизнес в Ленинском районе. И я должен быть полезен в Ленинском округе. Поэтому я активно занимаюсь социальной жизнью. И остановить меня невозможно, пока я предприниматель. Ну, раз остановить невозможно, тогда расскажите, пожалуйста, о ваших планах, проектах. Ну, в том числе, конечно, и в гуманитарной сфере. Гуманитарная помощь, она как было, так и будет, она не остановится. В планах развивать свою группу «Твори добровидное». Потому что таких единомышленников, как я, очень много. И наша группа прямо активно ждет момента, ждет лета, чтобы устраивать мероприятия и как-то помогать. И, наверное, помогать больше детям, которым пришлось покинуть свою страну, приехать в Россию. То есть беженцам. И будем активно помогать и дарить им тепло. Какие-то проекты еще, помимо лета, может быть, есть, о которых хотелось бы рассказать? Пока только «Твори добро». Лето – это… То есть вот эта развлекательная часть. Да. Подарить праздник. Да, подарить праздник, потому что многим неважно, что подарят. Многим важно, как подарят. То есть, соответственно, если это сделать красочно, показать тепло детям и подарить еще и подарок, это очень полезно. Почему именно летом? Потому что, во-первых, это каникулы, и детей можно собрать, и тепло. Многие… Все слагаемые успеха, да. Скажите еще, пожалуйста, у общественной палаты какие планы на текущий год, тоже в области гуманитарной угрозы, может быть, увеличивать как-то? Наверное, все равно что-то делают, чтобы как бы улучшать? Улучшать однозначно. Скажу, что общественная палата… Вот привлекает… Вот если у человека, да, вот есть желание помогать, может ли он просто вот к вам прийти, и чем он может быть вам полезен? Вот простой человек. Мне кажется, любой человек может быть чем-то полезен. Не обязательно что-то надо принести или купить. Достаточно просто прийти и помочь. То есть нужна и помощь руками? Конечно. Зачастую нужна бывает помощь даже в элементарном погрузке гуманитарной помощи. Тоже очень важный момент, и эта помощь неоценима. Не каждый может себе позволить купить что-то. Поэтому если быть полезен и физически, это же, я считаю, что это прям большая помощь. То есть даже если нет возможности помочь материально, приходите, будет… Можете помочь физически. И морально. Главное было пожелание, да? Да. Желание, я чувствую, что оно есть у всех. Нет людей, которые сидят в стороне. Вот вообще за вот эти два года такого активного оказания гуманитарной помощи, какова вы для себя какой-то вот, может быть, итог подвели, или мысль вынесли, скажем так, вот? Как изменилось ваше мировоззрение за эти два года? Касаемо гуманитарки? Да, вот. Касаемо помощи людям, когда вы окунулись вот непосредственно в это? Я сделал для себя один важный вывод, что помощь нужна всем. Это вот прям безоговорочно. Но всем помочь, к сожалению, мы не можем. Но люди ждут этого. А когда люди ждут и искренне ждут, это… Меня это мотивирует помогать больше. И таких, как я, очень много. Я не знал, что в Ленинском округе есть такие… Такое огромное количество людей, которые готовы помочь. Неважно чем. Главное – помочь. Таких реально много. Шамиль, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо за ваши добрые дела. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель председателя общественной палаты Ленинского городского округа Шамиль Гамзатов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok